ПЕРЕДЕЛКИН С Луны! Но мы не слишком-то ему верим. И я, и мои внучки, Тата и Лена, мы все очень любим его. Да и как же, скажите, его не любить? Тоненький он, словно прутик, маленький он, лилипутик. Ростом бедняга не выше вот этой маленькой мыши. Он весел и ловок, он мал да удал, Другого такого я век не видал. Глядите, он скачет верхом на утенке С моим молодым петухом в перегонке. И вдруг перед ним Его бешеный враг, Огромный и грозный, индюк-брундуляк. Зафыркал индюк. Запыхтел он ужасно, И нос у него стал от ярости красный. И крикнул индюк. Брундулю, брундулю, Сейчас я тебя загублю, задавлю. И всем показалось, Что в эту минуту Смертельная гибель Грозит лилипуту. Но он закричал индюку, На скаку, Сейчас отсеку Твою злую башку. И, шпагой взмахнувши Своей боевою, На индюка Он помчался стрелою. И чудо свершилось. Огромный индюк, Как мокрая курица, Съежился вдруг, Попятился к лесу, За пень зацепился, И вниз головою В канаву свалился. И все закричали, Да здравствует он, Могучий и храбрый Боец-бебегон. Конечно, это не нравится мне, Я терпеть не могу хвастунов. Но как мне объяснить ему, Что хвастаться стыдно? Вот он сидел у меня На письменном столе, Вот здесь, в этой комнате, И говорил, Ну, мне ли могучих Бояться зверей? Я всякого зверя Сильней и храбрей. Дрожит предо мной Косолапый медведь, Куда же медведю Меня отдалеть? Еще не родился Такой крокодил, Который бы в битве Меня победил. Вот этой рукою Свирепому льву Косматую голову Я оторву. Но тут прилетела Мохнатая пчелка. «Спасите!» — вскричал он. «Беда, караул!» И от нее, как от лютого волка, В чернильницу Весь с головою нырнул. Спасибо, старуха Федосия, Скватила его за волосья, Был бы бедняге капут, Прощай навсегда, лилипут. Но если б вы знали, Какой безобразный, Дрожащий и мокрый, и жалкий, и грязный, Всклокоченный, еле живой, Предстал он тогда предо мной. Мы схватили его И бегом на квартиру К самому старику Майдадыру. Целый день Майдадыр Его чистил и мыл, Но не смыл он, не смыл Этих черных чернил. Впрочем, внучки мои не горюют, Бебегона, как прежде, целуют. Ну что ж, говорят, ничего, Мы и черного любим его. Да и он не унывает, На крылечко выбегает И толкует детворе, Что гуляет во дворе. По Кавказу я скитался, В черном море искупался, Море черное черно, Все чернилами полно, Искупался я и разом Стал, как уголь черномазым, Так что даже на луне Позавидовали мне. Вот какой он добрый и бесстрашный, Маленький мой Бебегон! Но если б вы знали, Какой он сорванец и проказник! Увидел сегодня калошу мою, И потащил ее прямо к ручью, И прыгнул в нее, и поет, Вперед, моя лодка, вперед! А того не заметил герой, Что калоша была с дырой. Только впустился он в путь, Как уже начал тонуть. Кричит он и плачет, и стонет, А калоша все тонет и тонет. Холодный, бледный, лежит он на дне, Его треуголка плывет по волне. Но кто это хрюкает там у ручья? Это любимая наша свинья! Схватила она человечка И к нам принесла на крылечко. И внучки мои чуть с ума не сошли, Когда беглеца увидали вдали. Это он, это он, Бибигон! Целуют его и ласкают его, Как будто родного сынка своего, И, уложив на кровать, начинают ему напевать. Баюшки, бай, Бибигон! Спи, засыпай, Бибигон! А он, как ни в чем не бывало, Вдруг сбросил с себя одеяло, И, лихо вскочив на комод, Хвастливую песню поет. Я знаменитый капитан, И мне не страшен ураган. Вчера я был в Австралии, Потом поехал далее, И возле мыса Барнаул Убил четырнадцать акул. Ну, что поделаешь с таким хвастунишкой? Но прошло всего несколько дней, Брундуляк снова появился у нас во дворе, Надутый, сердитый, злой. Страшно было глядеть на него, Он такой огромный и сильный. Неужели он убьет Бибигона? Увидев его, Бибигон Быстро вскарабкался ко мне на плечо и сказал, Вон, погляди, стоит индюк И смотрит яростно вокруг, Но ты не верь своим глазам, Он не индюк. На землю к нам, сюда, Спустился он тайком И притворился индюком. Он злой колдун, он чародей, Он может превращать людей В мышей, в лягушек, В пауков и в ящериц и в червяков. Вон, погляди, бежит барбос, Ты думаешь, что это пес? Нет, это старый Агафон, Наш деревенский почтальон. Вон, погляди, стоит Федот И жабу гонит от ворот, А между тем еще весной Она была его женой. Да нет, сказал я, Он совсем не колдун, Он самый обыкновенный индюк. Бибигон покачал головой, Нет, он колдун, подобно мне, И он родился на луне, Да, на луне, И много лет за мною рыщет Он во след И хочет превратить меня В букашку или в муравья. Но нет, коварный брундуляк, Со мной не справишься никак, Я шпагой доблестной моей Всех заколдованных людей От злой погибели спасу И голову тебе снесу. — Почему ты говоришь о луне? — Бибигон спросили у него мои внучки. — Потому что луна — моя родина. Внучки засмеялись. Что за вздор? Он посмотрел на них И гордо сказал. — Да, я родился на луне, Сюда свалился я во сне. Меня на родине зовут Граф Бибигон де Лилипут. Там на луне моя сестра, Она прекрасна и добра. Какое счастье было мне Резвиться с нею на луне. Там у нее чудесный сад, Где звезды, словно виноград, Такими гроздьями висят, Что по неволе на ходу нет-нет, Да и сорвешь звезду. Ой, если бы мог я поскорей На небеса вернуться к ней И с ней по млечному пути Как будто по полю пойти. Моя родная Цинцинелла Сидит и плачет на луне. Уже давно она хотела На землю прилететь ко мне, Но стережет ее Ужасный и отвратительный дракон, И пленницы своей несчастной На землю не отпустит он. Но час придет, Рукою смелой врагу я голову снесу, Мою родную Цинцинеллу Я от чудовища спасу. Признаться, я не поверил ему И даже посмеялся над ним. Но прошло несколько дней, И вот недавно, Седьмого июня, С Бибигоном случилось такое событие. Сидел Бибигон под большим лопухом И спорил о чем-то с моим петухом, Как вдруг залетела в наш сад стрекоза И мигом попалась ему на глаза. И он закричал, это мой самолет, Сейчас я отправлюсь в большой перелет, Из Африки я полечу к Парагваю, Потом на любимой луне побываю, Три чуда оттуда я вам привезу. И он на лету оседлал стрекозу. Глядите, глядите, летит он над елкой И весело машет своей треуголкой. И домик его остается пустой, Игрушечный домик, уютный такой, Который своими руками Ему смастерили мы сами, С игрушечной ванной, С картонной плитой. Неужто навеки он будет пустой? Теперь в этом домике кукла Аглая, Но кукла Аглая, она не живая, Она не живая, в ней сердце не бьется, Она не поет, не шалит, не смеется. Она ж Бебегуля, хоть он озорной, Но он человечек, живой он, живой. И в небо глядят безутешные внучки, И за слезою роняя слезу, все ждут, Не увидят ли там возле тучки Летящую к ним стрекозу. И встала луна над кустами сирени, И та-то печально шепнула Елене, Взгляни-ка, или это мерещится мне, Как будто он там на луне. И долго бедняжки стоят у крыльца, И смотрят, и смотрят в бинокли, И катятся слезы у них без конца, От слез их бинокли промокли. Вдруг видят, полосатая кибиточка катит, В кибиточке рогатая улиточка сидит. Везут ее проворные усатые жуки И черные-причерные ночные мотыльки, Кузнечики зеленые идут за нею в ряд, И в трубы золоченые безумолку трубят. Катит-катит кибиточкой прямо на крыльцо, Веселая улиточка бросает письмецо. В тревоге и печали к письму мы подбежали И начали читать. Когда же прочитали, забыли все печали И стали хохотать. Всего четыре строчки на липовом листочке Нам пишет Бебегон. Вчера за черной тучей у моей рукой Могучую сражен и побежден Дракон-каракокон. Отпраздновать победу я к вам приеду в среду, Примите мой поклон, ваш верный Бебегон. Желанного гостя мы радостно ждем И моем, и чистим игрушечный дом. В игрушечном доме покой и уют, Как весело тут заживет лилипут. Старуха Федосия из белой муки Ему Бебегону печет пирожки, А тата и Лена взялись за иголку И новую сшили ему треуголку. Из разноцветных своих лоскутков Оранжевых, синих и красных Немало они ему сшили обнов Нарядных жилетов, красивых штанов, Плащей камзолов атласных. Вот только вернулся сюда Бебегон, Каким разоденется щеголем он. Но вот как-то раз мы стоим под дождем И ждем Бебегона, и ждем его, ждем. Глядя он на одуванчике, как на маленьком диванчике, Развалился и сидит, и с каким-то незнакомым Длинноногим насекомым разговаривает. От радости внучки мои завизжали И в перегонке к нему побежали. Где же ты был, пропадал? С кем ты в пути воевал? И долго они целовали его, Ласкали его, согревали его, А потом прошептали несмело. Но где же твоя цинцинелла? Моя цинцинелла, сказал Бебегон, И, тяжко вздыхая, нахмурился он. Она прилетела сегодня со мной, Но спряталась в бедной, в чаще лесной. И рада бы встретиться с вами она, Да злого боится она колдуна. Жесток и коварен седой чародей, И горькое горе готовит он ей. Но нет, не поможет ему колдовство, Я, словно гроза, налечу на него, И над лукавой его головой Опять засвелькает мой меч боевой. И вновь Бебегон улыбнулся устало, Но молния вдруг в облаках заблистала. Скорее домой, мы бежим под дождем И Бебегона с собой несем. Ну вот мы и дома, и медом, и чаем Усталого путника мы угощаем. И он засмеялся, я рад, Что к вам воротился назад. Милую вашу семью я как родную люблю, Но сейчас я смертельно устал, С лютым недругом я воевал. И мне бы хотелось чуть-чуть Тут у окна отдохнуть, И, повалившись на стул, Он сладко зевнул и заснул. Тише, пускай это спится, Будить его нам не годится, Про все свои подвиги Нам завтра расскажет он сам. На следующий день Бебегон Бебегон привел Цинцинеллу к нам. Целый день они бегали по саду И пели песни, и звонко смеялись, Но вдруг Цинцинелла вскрикнула, И вся в слезах прибежала ко мне. Она увидела вдали у забора Своего врага Брундуляка. Какой он страшный, — повторяла она, — Какие у него ужасные глаза! Спасите, спасите меня от него! Он хочет меня погубить! Не плачь, Цинцинелла, — сказал Бебегон. Я не дам тебя в обиду никому. Сегодня же расправлюсь со злодеем. И вот уж он летит в атаку Навстречу злому Брундуляку. Умри, проклятый чародей, От шпаги доблестной моей! Но засмеялся Брундуляк И говорит герою так. Ох, берегитесь, милый Витязь, Не то сейчас же превратитесь В букашку или в червяка, Или в навозного жука. Ведь никому не сдобровать, Когда начну я колдовать. И он надулся, словно шар, И запыхтел, как самовар. И десять раз, и двадцать раз Он говорил «караба раз!» Но в червяка не превращен, Стоит, как прежде, Бебегон. И разъярился Брундуляк. «Так погоди же ты, смельчак!» И вновь, и сызного, и снова волшебное Твердит он слово, и пятьдесят, и шестьдесят, И восемьдесят раз подряд, и двести раз, И триста раз он говорит «караба раз!» Но Бебегон стоит пред ним, Как прежде цел и невредим. И острую шпагу в него он вонзил, И в самое сердце его поразил. И рухнул индюк, и от жирного тела В далекий бурьян голова отлетела, А тело скатилося в темный овраг, И сгинул навеки злодей Брундуляк. И все засмеялись, запели, обрадовались, И все сбежались к моему балкону, И мальчики, и девочки, и старики, и старухи, И все они громко кричат «Да здравствует бесстрашный герой Бебегон!» «Слава ему и его милой сестре!» И вот как король величава Выходит он к ним на балкон, Кивает им влево и вправо, И всем улыбается он. Камзол из зеленого шелка Обшит у него серебром, В руке у него треуголка С чудесным павлиньим пером. И алым, свелькая нарядом, Мила, весела и добра, Стоит, улыбается рядом Его молодая сестра. Я живу на даче.